Смарт-ридинг. Книги в кратком изложении. Великая шахматная доска. Главенство Америки и ее геостратегические императивы. Автор – Збигнев Бжезинский. Збигнев Бжезинский, известный американский политолог, оказавший немалое влияние на внешнюю политику США, в 1998 году создал, по сути, учебник новейшей истории, описал соотношения сил в мире на тот момент, рассказал, где у каких государств совпадают интересы, а где расходятся, сделал прогнозы на будущее. Конец XX века. Евразия – большая шахматная доска, на которой играют шахматисты разных уровней и с разными целями. Недавно распался СССР. США остались единственной сверхдержавой. Автор предлагает стратегию, следуя которой, Штаты должны сохранить и упрочить свое исключительное положение. С его точки зрения, это необходимо в том числе и для блага других государств. Америка выступает в роли доброго, но строгого учителя, чья задача – держать под контролем несколько десятков проблемных подростков, не дать им передраться и уж тем более захватить власть. В дальнейшем предполагается постепенный переход к равноправному сотрудничеству всех наиболее влиятельных стран. Америка сама сложит себя, бремя белого человека, и наступит золотой век. Впервые в истории не будет ни одной сверхдержавы. Но пока это время не пришло, строгий учитель необходим. Америка как сверхдержава. Егемония. Суть и задача. Великие державы прошлого. Империи прошлого руководили десятками подчиненных зависимых государств. Остальные считались варварами. Главенство достигалось за счет превосходящих ресурсов, военной мощи, а также притягательности для сателлитов имперской культуры, образа жизни, идеологии. Все это в определенной мере относится и к современным отношениям между США и остальным миром. Но есть и принципиальная разница. Рассмотрим сверхдержавы, ушедшие в небытие. Римская империя. Была создана за счет почти непрерывных завоевательных походов и присоединения новых территорий. Особенно важным стало установление контроля над всем побережьем Средиземного моря, а также система дорог и морских путей, которые брали начало в Риме и позволяли быстро перебросить войска практически куда угодно. Краху привели три основные причины. Чрезмерное разрастание. Закономерное деление на две части и фактический конец централизованной власти. Привычка к исключительному положению.